Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 16 июля, и вот вчера я вам показывала видео с теплицей, где сказала, что из-за жары все сорта у меня поспели одновременно, поэтому мне придется их сейчас все срочно оббирать. Но так как я не все успела сорта описать, сделала видеообзоры, вот перед тем, как их обснимать, я сейчас подойду к каждому кустику, чтобы вы увидели, как живьем выглядят эти томаты. И вот я хочу сказать, что у меня здесь высажено 25 сортов, из 25 сортов 18 уже поспели. И я повторюсь, что это не только вот эти ультраскораспелки, которые я высаживала для раннего урожая. Жаркая погода стимулировала массовое созревание. Я сейчас вот все-все по порядку пройдусь, все эти 18 сортов вам покажу. Будет такой тепличный калейдоскоп прям по несколько секунд у каждого сорта. Толстый джек. Это детерминатный сорт для открытого грунта. Он невысокий, весом, ой, ростом 57 сантиметров. 200 грамм плод. Созрел в первую очередь. Номер 175 в каталоге. Русские колокола. Тоже детерминатный сорт. Высота 1 метр. Вес плода 90 грамм. Номер в каталоге 35. Королевский. Сорт очень урожайный. Тоже детерминатный. Он 60-80 сантиметров. 200 до 300 грамм плоды. Такое мощное растение. Очень красивые и очень красивые декоративные плоды. Спеет дружно. Клуша. У нас тоже она детерминатная. Невысокая. 50 сантиметров. 150 грамм плоды. Вообще она для открытого грунта, но в теплице тоже хорошо выросла. Спеет дружно. Номер 138 в каталоге. Томат спиридон. Это вообще ультра скороспелый. Тоже он детерминатный. 50 сантиметров. 100 грамм плод. Номер в каталоге 39. Вообще для открытого грунта. Но в теплице тоже хорошо растет. Томат сорт Демидов. Тоже детерминатный. 50 сантиметров. 250 вес плода. Номер один в каталоге. Это Настенька. Тоже детерминатная. У нее высота 70 сантиметров. Вес плода может достигать до 350 граммов. Детерминатная. Для открытого грунта в теплице тоже хорошо растет. Номер 2 в каталоге. Это томат госпожа Удача. Он похож на Демидова, но повыше тоже толстоногий. Детерминатный. Вырастает 80-100 сантиметров до метра. Плоды могут быть крупные до 600 грамм. Но нужно формировать. Видите, у меня тут они прям такими кистями до 10 штук. Нужно немного удалять лишнее, чтобы получить крупные плоды. Вообще может вырасти до 600 грамм. Очень урожайный. 5 килограмм с куста. Холодостойкий. Номер в каталоге 66. Это томат Санька. Он тоже детерминатный. 50-60 сантиметров. Вес плода небольшой. 100-150 грамм. Вообще он для открытого грунта. Но у меня в теплице он тоже вырос. Вот плодоносит в первую очередь. Номер в каталоге 6. В числе первых поспела и Джина. Этот томат тоже он детерминатный. Он вообще для открытого грунта. Высота 50-60 сантиметров. Плоды примерно до 200 грамм. Ну, конечно, детерминатный. Но он все как ранний. Номер 12 в каталоге. Это томат любимый праздник. Как я вчера уже говорила, на 15 июля созрели не только скороспелки. Такие мелкоплодные. Но и вот такие крупные томаты. Любимый праздник он тоже детерминатный. Но он немного повыше других. Он в открытом грунте 80 сантиметров. В теплице может вырасти метр пятьдесят. Отличается очень крупными плодами. Плоды могут быть до 900 граммов. Вообще 300-400-500. Это обычное дело для любимого праздника. В каталоге номер 56. Вот я его уже показывала. Созрел и Вова Путин. Плоды очень крупные. Вот вообще огромнейшие плоды. Номер в каталоге 230. Есть подробное описание. Поэтому задерживаться на нем не буду. Спеет очень-очень дружно. Я сказала, что поспела у меня всего 17 сортов или 18. Но вот нашла еще спелую матрешу, штрауха, русский богатырь. Так что из 25 сортов более 20 уже поспели. Так как матреша новинка. Я не помню на память описание свойств этого томата. Я потом отдельно приду и опишу. Но матреша тоже поспела. Поспела черное мясо, которое у меня новинка. Ни разу его не выращивала. Только в этом году. Ой, ингийское мясо. В этом году первый раз. Знаю только, что оно 300 грамм примерно. 1,80 метра. Индотерминатная. Номер в каталоге 193 будет. Говорят, что очень хороший сорт. Что томат состоит с одного мяса. Будем пробовать. Поспела даже чудо земли. Это крупноплодный томат. Хотя плоды в этом году не такие крупные, как он может дать. Но из-за жары, из-за нашей вот такой аномальной жары. Зато очень красивые такие малиновые томаты. Номер в каталоге будет 210. Тоже выращиваю его в первый раз. Но по отзывам всех других огородников говорят, что этот томат прекрасный. Урожайный, вкусный. Вот нынче буду проводить дегустацию. Выскажу свое мнение. Пока что вот только спеют первые томаты. Поспел пудовик. В прошлом году я делала очень подробные видеообзоры этого сорта розового меда. Мне очень понравился. Теперь каждый год его сажу. Он детерминатный. Не очень высокий. В открытом грунте метр. Здесь вот метр семьдесят. Очень красивые плоды такие розового цвета. Как пишутся, красные с малиновым оттенком. Может быть очень большой вес. До 700 грамм. Но так как я не нормирую, я не убираю, не общипываю количество плодов. Не нормирую. Но у меня он средний. Бывает 300-400 грамм. А в этом году еще мельче. Но зато очень вкусный. Спеет розовый мед. Правда, он в фазе меланжевой зрелости. Такой еще, можно сказать, как бурый. Но все равно уже близко к созреванию. Тоже очень хороший сорт. Он детерминатный. У меня, по крайней мере, говорят, что разные есть розовый мед. Шестьдесят-семьдесят сантиметров. Плоды у него крупненькие. До 500 грамм. В 2-3 ствола. Я его формирую. И не убираю. У меня вот здесь выше есть даже еще меньше плоды. И растут все, какие созрели. Ой, сформировались. Ну и здесь же в теплице спеет, конечно, монгольский карлик. Он уже спеет давно. Я давно его показывала. Я его сразу же снимаю, потому что слизни на него нападают. Вот видите, он там спрятался. Плодов зеленых еще очень много. Есть бурые. В каталоге он номер 170. Кто хочет узнать, подробное описание. Потому что в рамках этого видео у меня нет возможности говорить очень подробно. Потому что много сортов описываю за один раз. Показываю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.